всем привет сегодня поговорим о подключении к wi-fi вот у меня пользователь пишет что у него значит проблемы есть с авто подключением кстати сборка вот которую вы скачали поставили значит у вас железо очень хорошая и памяти достаточно и всего то есть ну нормально все значит как я это делаю вот у меня здесь вот имеется значок сети я на нем нажимаю значит как правило левой кнопкой мыши и сразу выявляется вот такие вот вещи вот пожалуйста кабельная отключена отключена беспроводная отключена включена иду в параметры и в параметрах у меня высвечивается целый ряд скажем так сетей которым я могу подключиться вот я сейчас полностью все отключу вот четыре сети значит закрыты под пароль а вот это вот пароль значит общественной сети это тут у нас какой-то кабачок есть я не помню но они сделали значит открытую wi-fi сеть для пользователей значит что можно сделать в настройках просмотрите у открытых сетей у них практически ничего не надо просто нажимаете применить и нажимаете подключиться а у закрытых сетей они требуют завести пароль поэтому вам нужно чтобы войти в эту сеть просто напросто завести пароль если он у вас есть а так вот вот к открытым сетям он сейчас начнет подключаться в принципе ну у меня таких вот особых проблем скажем с подключением не было вот появляется значок сети что уже подключение значит произошло то есть вот я к wi-fi подсоединяясь таким образом значит запомнили кликаете левой кнопкой мышки если вы хотите подключиться к wi-fi отключаете кабельный поскольку нам не нужен по ней значит смотрите список наличия и затем идете в параметры и в параметрах выбираете то что вам нравится еще значит можно пойти в сетевые соединения здесь увидите в принципе то же самое ничего там особого нового нет вот таким вот образом дальше значит что я хотел сказать это значит по поводу значит подключение к wi-fi ну надеюсь александр я сказать вам более или менее сказать полно ответил поскольку ну вот я вот так вот делаю у меня но все работает теперь я к сожалению в сборке забыл установить такую важную вещичку вот пойдете в центр программного обеспечения вот сюда откроете его и наберете alarm и нажмете enter и вот выбирайте вот этот вот голубенький alarm clock вот он наиболее как говорится хорошо работает с минтом ставится он сами видите довольно таки быстро особых там проблем это дело не вызывает а по поводу аларма у меня практически здесь вот целый значит урок подготовлен значит я сейчас покажу можете его посмотреть там очень подробно значит все написано как что да почему очень классный скажем так так вот ролики программы для linux и вот будильный календарь и вот кликните как говорится по нему и будет вам счастье то есть сможете сможете всегда посмотреть урок по настройке значит будильника календаря то есть это очень и очень удобная программу лина значит запускается на каким образом вот когда у вас все поставлено значит на просто напросто я делаю как вот я ставлю во первых его на панель вот он сразу установился на панели затем значит запускаю и вот здесь сразу бегу в настройки минимизировать при запуске и стартовать автоматически без гномом все остальное он как говорится и голову ломать не буду на все подробности значит посмотрите видеоролики по настройке значит вот linux mint alarm clock будильник календарь доступ к этому файлику пожалуйста значит через вишенку специально есть видео урок значит а так значит вот сегодня два маленьких нюансика мы разобрали значит ответили на вопрос пользователя ну и второе вот то что я упустил я потом постепенно там буду сборку там переделывать естественно я туда эти часики включу но для тех как говорится кому это дело нравится вот рекомендую посмотреть этот видеоролик потому что программу лина вообще-то очень и очень полезная ну ладно все желаю всем удачи